Продолжение следует... Дорожного движения. В студии работает Руслан Очиров. В течение следующих 25 минут вас ждет много интересной и полезной информации. Итак, смотрите в сегодняшнем выпуске. Статистика происшествий. Что случилось на дорогах республики за последнюю неделю? Внимание! Маленькие участники дорожного движения. Что нужно сделать для утилизации автомобиля и снятия ее с учета? Пьяный водитель – это преступник ответственности и последствия вождения в состоянии опьянения. Повторение мать учения. Правила дорожного движения в нашей студии проверит Алексей Солдатов, артист Государственной филармонии Республики Саха-Якутия. А в начале выпуска мы предлагаем вашему вниманию обзор происшествий на дорогах нашего региона. На автомобильных дорогах республики с 9 по 15 мая текущего года зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий, где погибло 2 человека, травмированы 22, а в том числе пострадали четверо несовершеннолетних. В ходе рейдов за минувшие выходные дни сотрудниками ГИБДД выявлено более 1262 административных правонарушений. Задержаны и отстранены от управления транспортными средствами 55 нетрезвых водителей, 69 водителей без водительского удостоверения и 12 водителей, ранее лишенных права управления транспортным средством. С доступлением теплой погоды на дорогах города и по всей республике увеличилось количество водителей мотоциклов, квадроциклов, скутеров и мопедов. Так, 14 мая в Нюрминском районе различные травмы получил 16-летний водитель мототранспорта. Молодой человек, управляя мотоциклом марки «Рейсер», при обгоне, выйдя на встречную полосу движения, совершил столкновение с автомашиной марки «Тойота Витц». Случаи, когда за рулем оказывается подросток без удостоверения водителя, должного опыта вождения и сноровки уже, к сожалению, не редкость. Владимир, скажите, какое наказание следует за это правонарушение, когда за рулем находится несовершеннолетний? Ну, согласно законодательству Российской Федерации и Кодекса об относительном правонарушении, есть у нас статья 12.7 по части 1, да, там уже за данное нарушение несовершеннолетний понесет ответственность в виде штрафа, то есть взыскание от 5 до 15 тысяч рублей. И также несовершеннолетний будет отстранен от права управления, ну, в принципе, он не имеет уже управлять данным транспортным средством, да, и данное транспортное средство будет поставлено на штрафстоянку. Ну, а то, что родители, опять же, покупают своим детям несовершеннолетним такое двухколесное транспортное средство, да, они уже, опять же, могут понести ответственность согласно, опять же, Кодексу Российской Федерации об относительном правонарушении по части 3 статьи 12.7 за передачу управления транспортным средством заведомо уже не имеющему водительского удостоверения лицу, то есть несовершеннолетнему, да, за данное правонарушение они уже могут оплатить штраф в размере до 30 тысяч рублей, то есть не до, а именно 30 тысяч рублей они будут оплачивать. Ну, и кроме этого, материал, опять же, об административном правонарушении может быть передан в Комиссию по делам несовершеннолетних, где также родители или любые иные законные, уполномоченные законом, так сказать, представители могут быть привлечены к административной ответственности по статье 5.35 части 1 Кодекса Российской Федерации об административном правонарушении. Ну, опять же, в ней сказано у нас, что за неисполнение или недобросовестное выполнение своих обязательств по воспитанию и содержанию несовершеннолетним родителям или другим законным представителям предусмотрен штраф, опять же, согласно Кодекса Российской Федерации об административном правонарушении. Следует знать и помнить, что мопед, скутер, квадроцикл – это самые незащищенные виды транспортных средств и даже незначительные столкновения, иногда и просто падения могут повлечь за собой очень серьезные последствия. А сейчас давайте напомним, что за вождение в пьяном виде или отказ от освидетельствования на состояние алкогольного опьянения водителю грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Но это не все неприятности, которые ждут нетрезвого водителя за рулем. Давайте узнаем подробности в нашем сюжете. Если в течение года водитель транспортного средства повторно привлекается за управление транспортным средством в состоянии опьянения, либо отказа от прохождения медицинского освидетельствования, тут уже наступает не административная, а уголовная ответственность в статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и влечет за собой максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Либо штрафом от 200 до 300 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок от 480 часов с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет. Лишение водительских прав – это судебный запрет на управление автомобилем или другим транспортным средством. Само удостоверение водитель сдает в отделение ГИБДД после постановления суда. Срок, на который лишают прав, зависит от нарушения. Самые частые причины лишения прав – это вождение в пьяном виде, отказ от медицинского освидетельствования на состояние алкогольного или наркотического опьянения и оставление места ДТП. За 4 месяца 2022 года с участием водителей, управлявших транспортным средством с признаками алкогольного опьянения, совершено 17 ДТП, при которых погибли 5 человек и получили травмы различные 22 человека. Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения представляет угрозу не только для самих любителей быстрой езды, но и ни в чем не повинных людей. Если вам стало известно, что автомобилем управляет водитель в состоянии опьянения, если вы видите неадекватные опасные действия со стороны участников дорожного движения, то просим сообщить об этом по телефону в дежурную часть ГИБДД 127-35-22-22 или в полицию по номеру 102. Друзья, я думаю, что в детстве каждый из вас хоть раз перебегал, например, на красный сигнал светофора, либо же мчался на велосипеде по пешеходной дорожке, по пешеходной зебре без спешивания. Но мы не будем вас порицать за это. Тем не менее, я думаю, что сегодня и вообще сейчас нужно научить своих детей выполнять, придерживаться правил дорожного движения. Но и сейчас я бы хотел представить нашу гостью в студии. Это начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД Министерства внутренних дел по республике Саха-Якутия, подполковник полиции Гуляева Елена Владимировна. Добрый вечер. Здравствуйте. Елена Владимировна, дети – это особая категория участников дорожного движения. Они в силу возрастных особенностей, подвижные, иногда, может быть, невнимательные и, возможно, не могут иногда очень быстро сориентироваться. Часто ли несовершеннолетние попадают в ДТП? Есть ли какая-то статистика? Конечно, статистика у нас ведется, ежегодная статистика. К сожалению, дети в дорожно-транспортные происшествия попадают, к сожалению, гибнут и травмируются, получают тяжелые увечья на всю оставшуюся жизнь нередко. Если говорить в среднем ежегодно, то уровень детского дорожно-транспортного травматизма от общего числа дорожно-транспортных происшествий, регистрируемых в республике, составляет от 13 до 16%. Если говорить о текущем времени, то по состоянию на сегодняшний день на дорогах республики зарегистрировано 29 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в результате которых 31 ребенок у нас получил травмы различной степени тяжести. Опять же, с сожалению, отмечу, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост как по количеству таких происшествий, так и по количеству травмированных детей. Вот скоро уже День защиты детей, 1 июня, начало лета. А как госавтоинспекция готовится к этому периоду? Есть ли какие-то особые мероприятия в связи с этим? И вообще с тревогой или с радостью ждут инспектора лета? Ну, конечно, мы испытываем, можно сказать, смешанные чувства в связи с приближением лета. Конечно, отрадно, что дети уйдут на каникулы, будут отдыхать, как говорится, наслаждаться отдыхом. С другой стороны, конечно, мы очень тревожимся, поскольку летний период по статистике самый травмоопасный и самый неблагополучный период в плане детского дорожно-транспортного травматизма. Конечно, сложа руки мы не сидим однозначно, и подготовку к летнему сезону, к каникулам, начинаем заранее, задолго до летних каникул. Так, на протяжении всей последней четверти в образовательных учреждениях сотрудники госавтоинспекции проводят лекции, беседы, занятия с детьми, проходят различные конкурсы, соревнования, мероприятия по безопасности дорожного движения. Все для того, чтобы научить детей тех, которые пока еще не совсем хорошо знают правилам дорожного движения, привить им навыки безопасного поведения на дорогах. А те, кто уже знают такие правила и владеют навыками, их просто-напросто напомнить, освежить накануне каникул. И вот буквально с 16 мая у нас стартовал первый этап профилактического мероприятия «Внимание, дети!», который продлится до 17 июня и предусматривает целый комплекс профилактических мероприятий как раз-таки по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. Там достаточно широкий спектр, повторюсь, начиная от занятий в образовательных учреждениях, заканчивая инструктажами, семинарами с руководителями-организаторами детского отдыха по обеспечению безопасных перевозок детей, потому что детей возят у нас автобусами, проведение мероприятий в оздоровительных летних учреждениях и так далее. Мероприятий очень много на самом деле проводится. Мы сейчас затронули тему летнюю. А вообще, как меняется характер дорожно-транспортных происшествий с несовершеннолетними в зависимости от сезона, который на улице? Специфика нашей республики такова, что, конечно, у нас ярко выраженный сезонный характер категории дорожно-транспортных происшествий регистрируется. В зимнее время это, как правило, дети-пассажиры и больше детей-пешеходов. В темное время особенно, с учетом наших туманов, морозов, длительных, так сказать, периодов темноты. В летнее время значительно возрастает количество детей-велосипедистов, детей-мотоциклистов. По мототранспорту, да, какие требования к управлению этим видом транспорта сейчас установлены? К чему? Нужны ли вообще права малолетним водителям? Ну, вообще, хотелось бы сказать, что малолетним водителям за рулем мототранспорта не место. Допускаются варианты, когда с 16 лет подросток может оказаться за рулем скутера, например, или квадроцикла. Но в этом случае обязательно у такого подростка, молодого человека, должны быть водительские права, водительское удостоверение. Для этого ему необходимо пройти обучение в автошколе и получить водительское удостоверение категории М. Помимо этого, необходимо иметь средства защиты при управлении таким транспортным средством. Ну, а мотоцикл, собственно, более мощное транспортное средство, подразумевает наличие возрастного цен за, так сказать, 18 лет. Только с 18 лет. Ну, вот, наверное, сейчас актуальный вопрос. Весна – это выпускные вечера, да, и многие, допустим, родительские комитеты вывозят детей за город или куда-то организованно везут на автобусах. Что нужно знать для этого? Всем тем, кто по окончании учебного года во время летнего отдыха, да, летнее оздоровительное учреждение планирует вывезти куда-то детей коллективно, должны прежде всего помнить, что такая поездка должна согласовываться с госавтоинспекцией, должна подаваться заявка. Для этого есть специальный раздел на сайте госавтоинспекции – сервис для подачи заявок. Должны быть специальные детские автобусы, оборудованные ремнями безопасности. Должно проверяться техническое состояние автобуса перед выездом. Водитель проходит также проверку не только на свое физическое состояние, но и по базам госавтоинспекции. Если водитель имеет в своем арсенале, как говорится, нарушения грубые ПДД, как то управление транспортным средством в состоянии опьянения, проезд на запрещающий сигнал, светофоры и так далее, то такого водителя к перевозке детей не допустят. Ну, Елена Владимировна, большое вам спасибо за то, что посетили нашу программу. Мы желаем, конечно же, взрослым доводить до своих детей самые основы правил дорожного движения, чтобы все было безопасно и без происшествий. Берегите себя. Вам большое спасибо. Спасибо. А сейчас мы уступим место нашей рубрике «Полезная за минуту». Напомню, что в ней мы рассказываем о простых лайфхаках и советах, полезных для автолюбителей. Часть из них носит сезонный характер, а некоторые актуальны всегда. Но сегодня речь у нас пойдет о том, что следует сделать для утилизации автомобиля и снятия его с учета. Что нужно для снятия автомобиля с учета, утилизации транспортного средства? Для снятия автомобиля с регистрационного учета вам необходимо обратиться в любое подразделение ГИБДД по месту вашего нахождения с договором купли-продажи, а также с документом, удостоверяющим личность. Если договор купли-продажи отсутствует, можно обратиться с заявлением. Для утилизации транспортного средства необходимо предоставить акт утилизации либо свидетельство об утилизации транспортного средства, документы на транспортное средство и также документы, удостоверяющие личность. Ну а сейчас с удовольствием хочу приступить к нашей следующей постоянной и любимой многими рубрике, в которой известные люди проверяют свои знания правил дорожного движения. И по традиции наш экспресс-тест состоит из 10 вопросов. Ну а участником рубрики сегодня будет Алексей Солдатов, артист Государственной филармонии Республики Саха-Якутия. Добрый день. Добрый день, Руслан. Ну, Алексей, такой традиционный уже вопрос ко всем участникам. Какой стаж вождения у тебя? Стаж вождения 17-18 лет, примерно где-то так. Хорошо, ну я думаю, ты готов? Ну да. Давай приступим. Итак, внимание на наш экран. Первый вопрос. В чем особенность скоростного режима на этом участке дороги? Первый вариант. Минимальная допустимая скорость движения 40 км в час. Второй вариант. Рекомендуемая скорость движения 40 км в час. И третий вариант. Минимальная допустимая скорость движения по левой полосе 40 км в час. Три. Вариант третий? Да, третий. Итак, первый вопрос. Это вариант три. Хорошо, следующий. Какие из указанных знаков запрещают поворот налево? Первый вариант А и В, второй вариант только А, третий вариант А и В, четвертый вариант все. Получается третий. Вариант третий. Третий вариант. Запрещают поворот налево. Можно ли вам повернуть направо на этом перекрестке? Варианты ответов. Можно. Можно, если вы проживаете или работаете на территории, расположенной справа от перекрестка. И третий вариант. Нельзя. Можно. Первый. Вариант номер один. Да. Можно. Следующий вопрос. Разрешено ли вам движение? Первый вариант. Разрешено только для выполнения разворота. Второй. Запрещено. Третий. Разрешено только направо. Разрешено только направо. Разрешено только направо. Вариант номер три. Водитель легкового автомобиля должен выключить указатели левого поворота. Варианты ответов. Первый. После возвращения на правую полосу. Второе. После перестроения на левую полосу. Третье. После опережения грузового автомобиля. Так, выключить. После опережения грузового автомобиля. Вариант номер три. Три. Хорошо. Следующий вопрос. Вне населенных пунктов вам можно продолжить движение. Первый вариант. Только по правой полосе. Второй. По любой полосе. Третий вариант. По правой или средней полосе. По любой полосе. Вариант номер два. Так, вариант номер два выбрали. Хорошо. Следующий вопрос. Нарушил ли водитель грузового автомобиля правила стоянки? Первый вариант. Нарушил, если разрешенная максимальная масса автомобиля более двух с половиной тонн. Второе. Нарушил. Третье. Не нарушил. Я думаю, что нарушил. Вариант номер два. Нарушил. Пешеход. Принято. Следующий вопрос. Вы намерены продолжить движение в прямом направлении. Ваши действия. Первый вариант. Проедете перекресток первым. Второе. Уступите дорогу лековому автомобилю и мотоциклу. Третье. Уступите дорогу лековому автомобилю. Уступлю только автомобилю и... Ну да. Только автомобилю. Так. Уступишься дорогу лековому автомобилю. Вариант номер три. Да? Так, подождите. Нет. Нет, нет, нет. Звонок другу. Не, я, наверное, проеду перекресток первым. Проедите перекресток первым. Вариант номер один. Стоп, помеха справа же. Как тут определить? Господи боже мой, уступлю. Скорее всего, да, уступлю легковому автомобилю. Номер три. Вариант номер три выбрали. Хорошо. При возникновении какой неисправности запрещается дальнейшее движение транспортного средства даже до места ремонта или стоянки? Первый вариант. Не работает стеклоомыватель. Второй. Неисправна рабочая тормозная система. Третий. Неисправна система выпуска отработавших газов. Номер два. Номер два. Неисправна рабочая тормозная система. Принято. Последний вопрос. Разрешено ли вам после опережения первого автомобиля продолжить движение по левой полосе вне населенных пунктов? Варианты ответов. Первый. Разрешено, если вы намерены опередить второй автомобиль. Второе. Разрешено, третье. Запрещено. Запрещено. Вариант номер три. Запрещено. Итак, ну что, 10 вопросов для Алексея Солдатова прозвучали. Он сделал свой выбор. И сейчас будет подробный разбор, в котором нам поможет преподаватель автошколы фаворит Егор Никифоров. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сейчас будем проверять ответы Алексея Солдатова. Первый вопрос. Алексей ответил правильно. Этот знак показывает нам минимальную разрушенную скорость по левой полосе. Третий ответ. На второй вопрос Алексей неправильно ответил. Здесь запрещают нам поворот налево знаки А и В. В запрещает только разворот делать. Налево поворот не запрещает. В место для разворота, только созданное налево нельзя. А и В. На этот вопрос Алексей верно ответил. Можно поворачивать направо. Знак не запрещает. В этом случае инспектор нам запрещает двигаться. В любом направлении вообще нельзя двигаться. Неправильный ответ. Запрещено должно было быть. Водитель легкого автомобиля должен выключить сразу же после пристроения на левую полосу. Неверный ответ. Второй ответ должен был быть. На этот вопрос Алексей тоже неверно ответил. Должны были двигаться только по правой полосе. Вне населенного пункта. Я такой вопрос вообще не помню. Когда никого нету, едем по правой полосе. На этот вопрос Алексей верно ответил. Водитель нарушил на тротуаре. Ему стоять нельзя. В этом случае уступаем помехе справа. Правильно ответили. Уступаем легковому автомобилю. Никуда вообще двигаться нельзя. Если конечно не работает тормозная система. Алексей верно ответил. И тут неверно ответили. Надо было первый ответ выбрать. Можно двигаться дальше, если хотим догнать еще второй автомобиль. Но я тут наверное скорее всего думал, что колонну нельзя обгонять. Поэтому так ответил. Так, и того, Алексей правильно ответил на пять вопросов из десяти. Третья ли это половина? Надо чуть-чуть повторить правила дорожного движения, вспомнить. А так, там негротично. Хорошо, спасибо. Вот и подошла к концу наша передача. Дорогие телезрители, будьте бдительны. Соблюдайте правила дорожного движения. Берегите себя и до новых встреч. Дорогие телезрители, будьте бдительны. ГАИ. ГАИ. На всех дорогах страны. ГАИ. ГАИ. И в летний зной и в холодах, чтоб не случилась беда. Всегда на посту ГАИ. 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 Служба непростая, ум парней в ГАИ. Патрулини, рейды закаляют их. Путь вам безопасным делают они. Жизнь посвящая полностью ГАИ. 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 И днем, и ночью они ГАИ. ГАИ. На всех дорогах страны. ГАИ. ГАИ. И в летний зной и в холодах, чтоб не случилась беда. Всегда на посту ГАИ. 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 Мои друзья в ГАИ. Надёжной вам семьи. Удачи и добра. Домашнего тепла. Спокойной службы вам. Счастливого пути Желаю я вам От всей души Гаи И днём и ночью Они Гаи На всех дорогах страны Гаи И в летний зной и в холода Чтоб не случилась беда Всегда на посту Гаи И днём и ночью Они Гаи На всех дорогах страны Гаи И в летний зной и в холода Чтоб не случилась беда Всегда на посту Гаи И днём и ночью Они Гаи На всех дорогах страны Гаи И в летний зной и в холода Чтоб не случилась беда Всегда на посту Гаи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok